Наверное, тот, который бы, я думаю, зрителя интересовал. Ты объявлял голодовку, ты объявил голодовку, и голодовку объявил Павел Елизаров, генеральный директор канала Трес ТВ. Вот они приняли такое хромое решение. Вчера к нам присоединился один из членов Трес ТВ. Присоединился наш зритель. А что с голодовкой? Ну, я, в принципе, подготовил некий текст, но пока его нет, поэтому я могу его пересказать, раз я его писал от своего имени, от имени Павла Елизарова. Ну, вы понимаете, вот если говорить, вот, Марк, я не знаю, насколько вы в деталях, но разрешение на работу дается один раз, и потом продлевается ежегодно. Вот я это делаю одиннадцатый раз. И 30 марта по приказу Киевского фонда занятости, Киевского, я получил продление на город. Это 30 марта. 22 апреля вышестоящий орган, это пятница была, вышестоящий орган, это важно, что пятница, это государственный фонд занятости, обратился в фискальную службу и с просьбой разъяснить, нет ли каких-то уголовных преследований. Фискальная служба в тот же день, а мы знаем, что пятница не совсем такой полный рабочий день, но в тот же день фискальная служба сказала два. Да, есть. И в понедельник 25-го государственная служба занятости обратилась к Киевской службе занятости с, ну как вам сказать, такой настоятельной рекомендацией аннулировать разрешение на работу, что они на следующее утро и сделали. Вот это, конечно, нас побуждает все же, ну побуждает мыслить конспирологически. Понимаю вас. Да. Что это заказ. Это заказ сверху. В общем, там были встречи и в министерстве, были, кстати, публичные, совершенно открытые с депутатами, общественными активистами, журналистами встречи в центре занятости Киева, а также в Минсоцполитике. Вот в итоге был найден некий компромисс благодаря депутатам. Я написал заявление о том, что считаю, что надо отменить это неправомерное решение. Вот сегодня по просьбе, опять-таки, настоятельной просьбе Государственного фонда Киевский центр занятости приостановил до выяснения обстоятельств. Я прошу прощения, я бы это дело выиграл в два счета. Но я не могу у вас представить ваши интересы. Но ладно, бог с ним. Давайте заявление послушаем. Значит, смотрите, вот это все, что я вам рассказал, это на казенном языке, потому что он необходим в этом случае, чтобы понять, что все это значит. Значит, с нашей точки зрения досока сверху, я говорю, поэтому приостановка это всего лишь временное прекращение огня. Действующая власть использует это время для, в кавычках, перевооружения и перегруппировки, чтобы начать новую атаку. Только открытое и прозрачное выяснение обстоятельств может изменить нашу точку зрения на действия власти. Поэтому мы приостанавливаем голодовку и начинаем подготовку к обороне.